Всем привет дорогие друзья, это Сова. Ну что, мы продолжаем с вами всякие изыскания в области Satisfactory. И сегодня мы займемся наконец-то делом на не всякой хернёй, как в предыдущий раз. В общем, мы сегодня начнём планировать, где у нас будут производиться компы. Компы будут производиться по стандартному рецепту, но перед тем, как это произойдёт, мы пойдём запихнём ещё один жёсткий диск в исследовании и посмотрим, что нам дал этот. Потому что в момент последнего выхода из игры он ещё не был исследован. Но он наверняка исследован уже в данный момент. Да, так и есть. Итого. Альтернативную урановую ячейку мы получили. И это как бы надо брать без разговоров, потому что это нам позволит расширить количество всякой ерунды, которую можем подключить. Как раз именно то, что мне и было нужно. Есть, правда, некоторая проблема. Проблема заключается в том, что она делается совсем из другой хиромантики, а не из той, из которой она у меня делалась раньше. То есть нам надо будет вооружиться костюмом химзащиты. А ещё, наверное, более вероятно, нам надо будет пойти, найти ещё один нот с ураном, этот уже не трогать. И там уже сгородить прям всё как надо. чтобы вот с этой урановой ячейкой, по идее, мы можем жахнуть до 150 вот этих вот реакторов ядерных. Но нам, правда, нужно будет ещё кое-чего. Там не только вот эта урановая ячейка. Поэтому мы сейчас ещё поищем на предмет других вещей, относящихся к ядерной энергетике. И это позволит нам бескомпромиссно навсегда решить все вопросы, которые только могут быть с ураном. Может быть, я и буду делать, конечно, и здесь, может быть, не здесь. Короче, это мы ещё решим. Это будет окончательное последнее действие, которое надо будет делать перед выходом Тир-8. А пока у нас есть чем ещё заняться. Нам нужно примерно прикинуть, где у нас будет производиться компы и сколько у нас их будет производиться. Я думаю, что производиться и должно дохренища этих компов для того, чтобы не было проблем в будущем. Так. Здесь у нас есть спуск. Здесь у нас есть официальный спуск, который мы будем использовать ещё и для вот этой вот части тоже. Значит, вот эту часть мы должны сейчас будем улучшить. И, наверное, да, спуск, наверное, у нас будет выглядеть вот таким вот образом, поэтому мы здесь сразу сейчас отгородимся. Так, чтобы мне сразу вот эта вот часть не мешала. здесь у нас будет спуск-подъём, а вот здесь мы отгородим один цех от другого. Так, отлично. Я думаю, что производство компов логичнее всё организовать вот здесь, потому что здесь, во-первых, близко до вот того цеха, где у нас будет производиться всё с железом, здесь близко до того цеха, где у нас будет производиться всё с медью, и прямо над нами цех по производству соответственно всякой ерунды с нефтью. Поэтому лучшего места, я думаю, что найти мы не сможем. Итого, значит, нам нужно будет давайте раскручивать цепочку с конца. Начинаем. Значит, нам надо будет жахнуть. Здесь у нас будет производиться комп, например. Так, надо его почему-нибудь подравнять. Почему он, кстати, пытается там равняться? Я когда начну равнять, он будет почему равняться? Потому что за стенкой или по вот этому? Так, вот здесь у нас есть такие вот блоки, давайте вот здесь мы его и поставим. Хорошо, нам нужно будет место, от которого мы будем зацеплять соответственно ресурсы сюда. Поэтому, знаете, где он заканчивается? Наверное, я неправильно сделал, но, знаете, что надо было сделать? Сейчас мы вот эту штуку удалим сразу, пока не поздно. Надо, чтобы было проще взять где-нибудь логический центр, например, так, где-то у нас будет организация конвейерный разветвитель, да, в который у нас соответственно пойдет ресурс необходимый. Я думаю, что заходите, они будут сзади. Так, вот где-то на перекрестии двух плит мы ставим такой конвейерный разветвитель. Так, и уже на него, сейчас на этот конвейерный разветвитель, мы сейчас присобачим, так, это у нас производство, так, изготовитель. Мы, соответственно, жахнем сейчас вот такую штуку, чтобы его хватило. Конвейерных разветвителей будет сколько, там, три или четыре, я не помню. Сейчас мы примерно прикинем, чтобы это все дело работало. Так, вот у нас стоит конвейерный разветвитель, мы отступаем квадрат от него, так, мы отступаем от него квадрат, так, и вот так вот будет по центру. Вот давайте попробуем по центру и заравняться, я не знаю, заравняемся, не заравняемся. Так, соответственно, здесь ставим другой такой же, на другой стороне, так, вот сюда, да, к примеру, так, хорошо, вот здесь у нас, допустим, идут, где они есть там, конвейерные разветвители, так, идут они все, да, с одной стороны, сколько там компонентов, я не помню, по-моему, там три компонента нужно, а не, четыре нужно, четыре нужно компонента, да, четыре компонента нужно, ну вот, хорошо, вот заходят у нас четыре компонента на этот самый компьютер. Сможем ли мы отсюда жахнуть, чтобы все это заработало? Так, этот, допустим, мы жахнем, этот мы жахнем, а вот эти вот два мы уже не жахнем, то есть для того, чтобы делать сейчас такой балалайки, придется, ну-ка, один вот так, второй, я просто не уверен, что это сработает, так, второй, допустим, вот так, не-не-не-не-не, так, это все плохой вариант, так, это все плохой вариант, такой вариант мне не нравится, из таких разветвителей это охренеешь все дело собирать, так, а что ж тогда делать? Тогда придется, по факту, наверное, делать старые стойки, я даже хрен его знает, либо делать больше расстояния, одно из двух, либо старые стойки, либо больше расстояния, потому что вот в таком виде, конечно, это все выглядит, ну, так себе, то есть максимум два так можно подключить, вот эти уже, да, ну, здесь расстояние должно быть вообще конское, для того, чтобы это работало, ну, вообще, чисто гипотетически, я даже не знаю, чисто гипотетически будет это выглядеть по-уродски абсолютно, так, тогда пойдем это обратно, это мы пока убираем, место у нас, в принципе, здесь порядочно, так, с выходом здесь тоже порядочно, хорошо, если я, допустим, захочу делать ее на базе вот такой вот фигни, так, вот он, конвейерный разветвитель, так, ну, здесь мы его точно, блин, какой там, нет, не тот разветвитель, так, конвейерный разветвитель вот такой мне нужен, так, ну, допустим, вот у нас центр, да, так, я отступаю, два полных квадрата, блин, ну, это только если три полных квадрата, отступить, Ну ладно, допустим Два полных квадрата Сейчас только он неправильно у меня стоит Мне надо просто к чему-то привязываться Иначе я задолбаюсь строить Допустим, два полных квадрата И потом на пересечении мы его ставим Это конвертный разветвитель Вот оттуда, с той стороны он к нам заходит И мы его сюда ставим на Четыре позиции Вот они у нас, да, четыре ресурса Которые мы хотим подключить Так, ну допустим Дальний есть Этот есть Этот Тоже есть И этот тоже есть Ну В принципе неплохо В общем, на самом деле Неплохо это все дело выглядит И все равно это будет Намного проще монтировать Единственное, что это только Распланировать изначально будет проблематично А монтировать потом будет просто Ну сейчас посмотрим, сколько у нас займет Один такой блок Так, значит мы отступаем Два полных получается Так, два полных То есть вот сюда он должен встать Если я правильно понимаю Только что-то как-то он хреноват встает По-моему Такое ощущение, что он встает неровно Не, он встает ровно Так, ну ладно Допустим Так, два полных Дам, два полных Так, ставим вот такую вот вещь Так, сюда Потом сюда Следующий идет сюда И к концовке идет вот сюда Так, получается у нас Вот такие вот крылья Для того, чтобы создать Соответственно эти самые компы Ну окей, ладно Допустим мы здесь создаем компы Здесь у нас соответственно Дальше будут стоять Так, надо пока мы проектированием занимаемся Вытащить их на панель опять Так, конвейерный разветвитель Так, конвейерный соединитель Так, соединитель у нас здесь стоит Вот здесь у нас стоит соединитель Ну где-то допустим вот на этом стыке Так, соединитель раз И мотать только место эта хрень займет Ну, в принципе мест не жалко Главное, чтобы это все работало Вот так И соединитель два То есть совокупно Один кусок производства У нас будет занимать Раз, два Три, четыре Пять, шесть, семь Восемь, девять Десять, одиннадцать Двенадцать квадратов Двенадцать квадратов фундамента Будет сжирать одна часть Так, ладно А производить одна часть будет Один восемьдесят пять в минуту При этом Нам нужно будет сюда Отгружать Сто двенадцать единиц винтов То есть мы будем рассчитывать Сразу изначально На следующую часть конвейера То есть конвейер будет Следующий прокачивать Девятьсот То есть где-то Восемь штук Восемь штук нам Таких будет нужно То есть по четыре Грубо говоря С каждой стороны Всего-навсего Их будет у нас стоять И производить они у нас будут Сколько у нас будет производить? Восемь штук Ну, чуть менее Пятна Ну, пятнадцать Там, поменьше пятнадцати Короче, единиц За минуту У нас будет выходить Из этого всего Ну, в принципе Нормально Ладно Сто пятнадцать единиц винтов У нас должно Сто двенадцать единиц винтов В минуту должно заходить На это производство То есть полный контейнер Конвейер Должен сюда забираться С винтами Для того, чтобы это все работает Ну, допустим Хорошо Так, автосохранение не проперло Так, можем продолжать Значит, здесь мне надо будет Пристроить фундамента На четыре штуки Ну, предположим 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 Я, может быть, даже сейчас Его и пристрою Так, потом Мне надо будет просто Вот это вот все Разворачивать дальше Так, давайте мы Пристроим кусок фундамента Сейчас мы Распланируем одну штуку А потом я Уже буду Вне записи Ее Дальше Масштабировать Во все стороны Так, сейчас Мне надо Прихреначить еще Кушок фундамента Сюда И расположить Там еще таких вот Производственных цехов Ой, как тормозит-то Господи Надо будет ходить Как-нибудь дернуть Рубильник На атомной электростанции И походить По заводу Без тормозов Посмотрите Как он выглядит На самом деле Правда До света не будет Надходить днем Обязательно Будет все Не так красиво Иначе Самое красивое Здесь на рассвете Там прям Такие отблески От солнца Вообще Очень красиво Так Дайте-ка мы Все-таки Развернемся В другую сторону Если мы будем Посмотреть на Просто вот эту вот Штуку Должно тормозить Существенно меньше Будем лучше Строить в эту сторону Существенно меньше Так Ну допустим Так Где у меня Производство Так Вы Почему Пока На Куда его Вытащить На четверочку Мы его вытащим Для того Чтобы к нему Был доступ Побыстрее Так Допустим Хорошо Вот ставим Тогда вот Такую штуку Сюда Следующую Штуку Мы ставим Вот Сюда Так И Следующую Концовки Мы ставим Вот сюда Так Ставим Ставим Так Вот он Весь блок Который Будет у нас Производить Соответственно Весь Кластер Компьютеров Больше Мы его Сделать не сможем По той Простой Причине Что мы Упремся Скорость Подачи винтов Работать он Быстрее Все равно Не будет И это Только при условии Уже улучшенного Конвейера Следующего уровня Потому что Сейчас он будет Работать еще Медленнее То есть Те дальние Самые штуки На 100% Работать не будут Никогда Так Хорошо Ну вот Значит Этот кластер В который Мы Ну С учетом Всякого Где-то Допустим Вот здесь Вот у нас Еще будут Подводиться Всякие Ленты Конвейерные И прочее То есть Допустим Вот у нас Будет Отсечка С которой У нас Идет Именно Производство Компов Как мы Чего будем Сюда Заводить Это будет Дело Десятое А сейчас У нас Интересует Другой Момент Нам Нужно Будет В Ассемблере Кстати Который Я Не могу Построить Потому что У меня нет Роторов И Блочно-модульных Каркасов Сейчас мы За ним Как раз Сходим И потом Пока Будем Идти Порассуждаем Или В принципе Сейчас Эмпирически Так Берем Рецепт Берем Соответственно Так Детали Берем Здесь Где он Там У нас Есть Так Это у нас Микросхемы Так И подумаем С чем мы Будем делать Ну Делать Его Логичнее Как мы Решили Уже В прошлой Серии Из Резины И Проволоки Из Того Чего У нас В принципе До Хренища Так С того Что у нас До Хренища Их Будет Получаться Шесть Штук Шесть Штук Их Будет Получаться Производиться Они Будут Соответственно Так Сорок пять В минуту Требуется Этого И тридцать Минут Требуется Этого Ну вот Сорок пять В минуту То есть Опять же На девятьсот Если рассчитывать Конвейеров То Это Получается Двадцать Штук То есть По десять С каждой стороны Нам нужно Будет Присобачить И давайте Они нам Будут Давайте Они нам Будут Пятнадцать Единиц В минуту Каждый То есть Двадцать Штук Нам будет Давать В общем-то Триста Так А сжираться Они будут С какой Скоростью Сейчас Мы посмотрим Триста У нас Будет Генерироваться А пожираются Они Со скоростью В Восемнадцать В минуту То есть Один Кластер У меня Обеспечит Микросхемами Ни хрен Знает Сколько Таких Производств Получается Что Так Ну да Если Они будут Жраться Восемнадцать Минут Так Ладно Допустим Допустим Это все Так И будет Так Сейчас Мы Давайте Сходим За Блочномодульными Каркасами Роторами Для того Чтобы Может быть Они у меня Кстати Говори Есть Вот Здесь И Заодно Кстати Пойдем Посмотрим Что там Жестким Диском Он уже Мог Исследоваться И даже Скорее Всего Исследовался Так Заходим Сюда Да Жесткий Диск У нас Исследовался И мы Получили Альтернативные Блоки Радиоуправления Альтернативный Мотор Так Альтернативный Мотор А стандартный Мотор у нас Еще делается За моторами Это кстати Интересно Потому что Моторы Я хотел Развивать Так Стандартный Мотор у нас Делается Из двух Таких И двух Таких А этот У нас Будет делаться Блин Из трех Любопытно Этих Делается Пять в минуту Альтернативных Делается Семь с половиной Но Блин Этот делается В обычном Ассемблере А для этого Надо будет Конструктор Городить Ну его Нахрен Так Альтернативный Кварцевый Ассиллятор Стандартный Рецепт У нас И так В принципе Используется Нормально Это нам Не нужен А вот Альтернативный Блок управления Вполне себе Нам скорее всего Будет Нужен Пока Пока Я не знаю Но возможно Пригодится Так что Давайте Мы его возьмем Так И запихнем Сюда еще Один жесткий Диск Давай Жесткий Диск Запихивайся Жесткий Диск Так Запихивайся Жесткий Диск А нам Нужно Сходить И взять Ресурсов На Так Сейчас скажу На ассемблеры В количестве Так Во первых Очистить список Так Нам нужно 20 ассемблеров Поставить Так Кабель На 20 ассемблеров У нас есть Нам осталось Найти Обычных Каркасов И роторов Я думаю Что мы должны Здесь найти Я надеюсь Ооо Тут сейчас Конечно Мои глаза Мои глаза Мои глаза Но ничего Не поделаешь Так Роторы Есть ли Здесь у нас Роторы Роторы У нас здесь Есть Так Забираем Роторы Забираем Так И блочно-модульные Каркасы У меня Должны Лежать Вот здесь До сих пор Один единственный Завод Который У меня Производит Тяжелые Блочно-модульные И это Проблема Реально Так 50 из 60 У нас есть Подождем Немножко Так И вот Они 60 из 60 Хорошо Я надеюсь Те кто мне Давно Советовал Пользоваться Вот этим Встроенным Калькулятором Теперь Довольны Да Я молодец Я к вам Прислушиваюсь Я прочитываю Между прочим Каждый комментарий Из новых Если вы там Где-то мне Потом отвечаете В уже отвеченном К сожалению В ютубе Нет такого Механизма Который бы Это показывал То есть Поэтому Если я Специально Не долистаю До этого Комментария Потом В общем Они могут Потеряться Это не потому Что я такая Скотина И про всех Забыл Это просто Потому что Я их Не увидел Так Значит Допустим Мы будем Производить Эту штуку Где-то Примерно В этом же месте То есть Вот здесь У нас Заканчивается Одна фигня И здесь Предположим Начинается Фигня Другая Так Здесь Начинается Фигня Другая Сейчас Мы ее Здесь Распланируем Где она У нас Пойдет Может быть Она Я просто Хочу Туда Вдаль Направить Не туда Вдаль А вот Туда Вдаль И Наверное Мне кажется Что она Здесь Поместится Сейчас Мы Есть только Один Способ Это Выяснить Сейчас Мы Это Выясним Собственно До этого Мне надо Залить Вот эту Площадку Бетоном Так Еще Одна Так Ну Примерно Вот так Не Наверное Скорее Све Не поместится Придется Еще Продолжать Но Сейчас Узнаем Насколько Так Что это Я У нас же Есть Старый Дедовский Проверенный Способ Самая Нелюбимая Моя Часть Мне Мне кажется После того Как я Поставил 20 Тысяч Я Их Возненавидел Уже Эти Цементные Блоки Особенно Необходимость Постоянно За ними Бегать Я Уже Жду Тире 8 С его Телепортации Как Манна Небесная Надеюсь Что Она Там Будет Потому Что Если Там Не Будет Это Будет Вообще Большая Подстава Очень Большая Подстава Так Вот Эту Хрень С Производством Нам Надо Будет Все Рано Экранировать Правда Не так Конечно Как Я Это Сделал Только Что Нам Надо Будет Экранировать Чтобы Дальше Мы Эту Фигню Не Видели Так Вот Начиная Допустим От Сюда Ну Допустим Вот С этого Квадрата Мы Сделаем В ту Сторону Производство Этих Самых Ерундений Для Этого Нам Надо Будет Захреначить Так Сейчас Мы Давайте Захреначим Так У нас Допустим По центру Пойдет Эта Штука Так Сколько Квадрата Я хотел Делать Я хотел Делать Вот С Квадрата Вот С Этого Плюс Там Еще Какое Место Мы Должны Оставить На Подвод Всякой Ерунды Ну Допустим Вот Здесь Мы Расположим Здесь Мы Расположим Так Где То Здесь У нас Будет Стоять Конвейерный Разветвитель Скорее Всего Ресурс У нас Будет Заходить Вот С этой Стороны Может Быть И Ну Ладно Я думаю Что С этой Стороны На самом Деле Будет Заходить Безо Всяких Там Если Так Сможем Ли Мы Не Сможем Мы Подключить Так Давайте Сделаем Подальше На всякий Случай Так Вот Тут Нет Вот так Все правильно У нас Расположен Так Ставим Разветвитель И Ставим Еще Один Разветвитель Так Он Зацепится По идее Зацепиться Должен Без проблем Так Хорошо Только Есть Проблема В том Что Мне Теперь Не Хватит Еще Одного Куска Фундамента Потому Что Мне Надо Отсюда Будет Начинать Так Ладно Пристраиваем Еще Один Кусок Фундамента Та Даже И Не Один Ну Начнем С Одного Хотя Так Начнем Хотя С Одного Мельчить Не Будем Потому Что Если Замельчить Потом Будет Проблема Так Ассемблер Разворачиваем В другую Сторону Этот Ассемблер Так И Хреначем Его Ну Грубо Говоря Вот Сюда Так И Соответственно Че Там У нас Направлен Чтоб Было Красиво Так Направлен Сюда Вот Это Направлен Сюда Так Есть Так И Здесь Мы Будем Делать Микросхемы Альтернативные Так Какие Из них Вот Эти Из Резины Которые У нас Сверху Дохренища И Меди Которые У нас Дохренища За стенкой Как Раз То Что Нужно Так Альтернативные Микросхемы Резина Медь Так Вот Вот У Нас Вот Они У Нас Так Сколько Давайте Еще раз Посмотрим Теперь Уже На Этом 60 Минуту Их Блин Тогда Неправильно Неправильно Тогда Рассчитано У меня Все Было Если Их Требуется 60 Минуту Там Как И Другие По Моему Цифры Были Когда Я Смотрел То Тогда Она У Нас Будет Старить Ни Хрена Не Из 20 Штук Потому Что 1200 Мы Столько Не Прокачаем Она Тогда Будет Вот Этот Кластер У нас Состоять Всего Лишь Навсего Из Так 10 И Еще Блин 10 И Еще 5 Как То Кривовато Не Бьется Нихрена 15 Штук Ну Тогда 14 Получается Так Из 14 Штук У нас Будет Состоять А Не Из Того Что Мы Изначально Планировали Ну Давайте Ладно Поставим Здесь Тогда Ассемблеры Так Развернем В эту Сторон Посмотрим Войдут Они Или Нет Так Два Три Четыре Пять Шесть И И Семь Так И Семь С другой Стороны Получится У нас Блок Из Соответственно 14 Надо Делать Производство Компьютеров Тогда Получается Кратным Этому Чтобы Было Нормально Так Альтернативная Микросхема Значит Делается Их 15 Минуту 15 Минуту У нас Делает Одна Такая Хреновня Ну Окей Значит Исходя Из этого Получается Что 14 Таких Штук У нас Будет Делать 210 Единиц То есть 210 У нас Соответственно Будет Выжирать Одна Такая Штука Так При Этом Один Кластер Вот Таких Вот Вещей У нас Будет Выжирать Сейчас Посмотрим Сколько Так Он У нас Будет Выжирать Таких В Минуту 18 Одна Хрень Так Одна Хрень 18 А у нас Их 8 Да Так Значит Запоминаем Было Там 210 Теперь Здесь Ну Пусть Будем Читать Что 19 Там 18 С Копейками Значит 19 Умножить На 8 Это Получится Ну Грубо 150 Ну Хреновато Все Это Дело Бьется Там 210 Производится Здесь 150 Выжирается При всем При этом Остается Излишек Излишек Как бы У нас Остается Ну Такой Себе Так Излишек У нас Остается 150 То есть Для того Чтобы это Все ровно И без Остатков Уходило Нам Нужно Будет Три Вот Таких Производства Да Три Таких Производства Которые Соответственно Будут У нас Производить Вот Эту Хрень И У нас Тогда Будет Выходить На Выходе Ее 600 Сколько Там 210 Было 630 Тогда Будет Выходить Так 630 Ее Будет Выходить Так Сейчас Я В уме Соображу Потому Что Очень Тяжело Если Будет Выходить 630 То При Потреблении Ну Грубо Говоря В 19 У нас Соответственно Их Будет 30 Чем-то Штук 30 Где-то Примерно 3 Так Если Мы Значит Делаем В блоках По 8 То Если Откинуть Все Хвосты У нас Будет 4 Таких Блока То Значит Мы Делаем 3 Хрени Которые Производят Вот Это И Делаем 4 Хрени Которые В итоге Производят Компы И Тогда У нас Все Это Дело Будет Без Остатка В принципе Делиться Там Остаток Небольшой Будет Но По-другому Это Никак Нет Масштабировать Так 4 Блока 33 Таких Штуки 33 Штуки Это Вся Вся Конвей Разводка Систем И Прочим Другими Вещами Мы Тогда Будем Заниматься На Запись Следующей Серии На Сегодня Я С вами Прощаюсь Спасибо Ребята За Внимание Удачи И Всего Вам Доброго